Добрый день! Будем потихонечку начинать, и поговорим мы с вами сегодня про летний отдых, лето на пороге, да? Вот, значит, соответственно, нужно думать о том, как, где провести свой летний отпуск, или просто отдых, да, который вы там для себя запланировали, выделили и так далее. И вот поэтому сегодня тема нашего эфира звучит как 10 причин, по которым стоит отдохнуть именно в Болгарии. Ну, для начала давайте с вами вообще немножечко сосредоточимся на том, что же такое отдых. Ну, естественно, что, наверное, мы все это прекрасно понимаем, что отдых – это восстановление наших сил. Восстановление сил, потраченных во время работы, во время того периода, когда мы с вами большую часть времени своего работаем, да? Вот, но это только первая стадия отдыха, когда мы восстанавливаем свои силы, восстанавливаем организм и приводим его к нормальной жизнедеятельности. А вот дальше должна обязательно следовать следующая часть отдыха, в процессе которого мы уже, во-первых, даем организму почувствовать себя вот в полную силу, да, здоровым, отдохнувшим, даем ему насладиться тем состоянием и, значит, уже, соответственно, как-то активно себя проявлять. И вот в этот момент мы накапливаем потенциал, накапливаем силы, накапливаем возможности для того, чтобы работать в последующем, хотя бы какой-то определенный период, отрезок времени, не напрягая свой организм, не расходуя его силы. То есть вот этот вот очень важный момент, про который мы с вами всегда должны помнить, и, соответственно, наш отдых делится, вернее, скажем так, в реальности, к сожалению, это не всегда бывает, но, по крайней мере, он должен делиться на две части. Первая часть нашего отдыха должна быть посвящена отдыху пассивному, да, то есть в этот момент, ну, у нас какие-то такие спокойное времяпрепровождение. В первую очередь, конечно, это сон, который приносит нам очень большие возможности для отдыха, для восстановления именно организма. И поэтому на начальных вот таких этапах, если мы с вами говорим об отпуске, нужно, конечно, дать себе возможность выспаться. Вот, значит, это такой пассивный отдых, значит, к пассивным видам отдыха относятся, ну, например, когда вы сидите, да, где-то, лучше, конечно, всего это на природе, может быть, это какой-то пикник, да, или вы там, предположим, загораете на пляже, такой вот спокойный вид отдыха, вот, просмотр кинофильмов, чтение книг. И вот в связи с этим, смотрите, как много у нас в интернете постоянно возникают каких-то рекомендаций, да, каких-то вот таких моментов, что вот я бы смотрела такой-то фильм, вот будут выходные, посмотрите. То есть вот это и есть наше инстинктивное такое понятие, как спокойно посидеть, да, никуда не бежать, ничего не делать, и в то же время, ну, как-то время провести не во сне. Вот, значит, на второй стадии отдыха, если мы все-таки с вами говорим об отпуске, на стадии, когда мы должны накапливать силы для последующего нашего, уже другого времени, вот здесь вот должен обязательно присутствовать отдых активный. Значит, соответственно, если, например, это пляж, это уже пляжный волейбол, да, если, ну, скажем там, или такое вот активное плавание, не просто там в водичке полежать, ножки свои отмочить, а, соответственно, вот, ну, например, вот здесь в Болгарии очень любят ходить по пляжу вдоль кромки моря, да, значит, в достаточно быстром темпе, или, скажем, это бег, такой легкий бег вдоль моря, ну, естественно, там в утреннее-вечернее время, не тогда, когда очень жарко. Вот, значит, к активному отдыху, естественно, относятся и различные передвижения пешие на велосипедах, очень популярно это сейчас вот во многих странах, когда вы можете взять велосипед на прокат, да, и по специальным велосипедным дорожкам и в парках, и на улицах прокатиться. Ну, и различные вот там виды скейтборда и прочего, вот, кому что нравится, да, также это могут быть, конечно, если мы с вами говорим о море, о водном отдыхе, и какие-то виды развлечений и спорта, связанные с водой. Вот, значит, вот эта вот стадия, она должна присутствовать обязательно, потому что иначе, во-первых, вы накопленные вот эти силы, накопленную энергию, она может пойти во вред, когда уже нам приходят в голову какие-то мысли, а что бы такого вот сделать, да, как провести время, а давай там сходим в ресторан посидим, а давай на, может быть, и на пляже какие-то напитки спиртные распивать, а дальше уже идут какие-то, то есть энергия вот эта, накопленная, она нас может толкать на, ну, какие-то совершенно нерациональные, неправильные действия, действия, которые пойдут нам во вред. Поэтому, конечно, лучше продумывать заранее вот эти вот моменты, связанные с активным отдыхом. И, исходя из ваших интересов, что-то, это могут быть какие-то активные спортивного плана занятия, да, или это могут быть экскурсии, пешеходные экскурсии, или какие-то там на автомобиле, автобусные, вот. И вот в этом плане, кстати, Болгария предоставляет огромное количество возможностей, но об этом я скажу несколько позже. Так вот, значит, вот еще очень важный момент, кроме отдыха пассивного, который должен присутствовать на первой стадии, кроме отдыха активного, все-таки, если мы с вами говорим о человеке, да, как о существе интеллектуальном, как о существе духовном, то обязательно, тем более в наше время, когда огромное количество информации все-таки и трудом интеллектуальным, да, и трудом творческим, так вот, для того, чтобы мы действительно могли выполнять все наши, скажем так, и не только трудовые обязанности, потому что, если это касается людей, которые работают на себя, да, достигать, добиваться успеха, то мы должны обязательно подумать и о том, как, с одной стороны, дать отдохнуть нашему интеллекту, нашему мозгу на начальных этапах нашего отдыха в отпуске, а с другой стороны, нагрузить его, дать ему какую-то пищу, пищу, скажем, не совсем привычную в обычном течении нашей жизни, да, вот, то есть, вот как раз это различные, я сейчас говорю не об ощущениях, не о впечатлениях, которые дают нам наш, вот, эмоции, я говорю уже о следующей стадии, о стадии для рацию, пища для ума, значит, соответственно, это какие-то, конечно, достопримечательности, связанные с культурой, с культурным отдыхом, вот, которые дадут вам возможность не только восстановить свои интеллектуальные, творческие силы, но и дадут вам заряд на будущее. Так вот, значит, теперь давайте перейдем уже конкретно к Болгарии. Итак, 10 причин, да, иначе, чтобы приехать на отдых в Болгарию. И начнем мы с тех причин, которые соответствуют первой стадии отдыха, стадии восстановительной, стадии отдыха пассивного. И вот здесь очень важно, во-первых, то, что Болгария, эта страна практически идентичная по климату большей части территории России, а также, скажем, Украины, Молдавии, да, то есть, когда мы приезжаем из места своего жительства в Болгарию, мы не подвергаем свой организм такому вот стрессу попадания в другие климатические условия. И на самом деле, вот, сегодня мы настолько увлекаемся экзотическими странами, да, там вот этими всеми путешествиями, передвижениями и так далее, что совершенно забываем о том, что вот это, когда у нас там есть, скажем, 10 дней, 14 дней, да, и мы переезжаем в какой-то абсолютно другой климатический пояс, насколько мы напрягаем свой организм. Вот говорить о каком-то восстановлении здесь вообще не приходится. Даже если вы, так сказать, сознательно воспринимаете, что вот у вас все хорошо и замечательно, то на самом деле, конечно, это очень большой вред для организма. Поэтому все-таки, когда речь идет о кратковременном отдыхе, который вы там можете себе позволить в связи с вашей работой раз в год, два раза в год, даже если это полгодия, то все-таки действительно нужно потратить его по-настоящему так, чтобы не нагружать еще больше ваш организм. И вот в связи с этим также очень важно и часовые пояса. Значит, это уже давным-давно доказано учеными, что для того, чтобы адаптироваться к сдвигу во времени всего лишь на час, нашему организму требуется две недели. Вот представьте себе, что вы, это только речь идет всего лишь час. Значит, если вы перелетаете в какой-то часовой пояс, где еще больше идет сдвиг, да, то ваш организм в течение вот этих 14 дней, он просто пытается адаптироваться. И тут уже вообще не идет никакой речи ни о каком отдыхе. Вот, а значит, а вот в Болгарии в летнее время у нас абсолютно нет разницы с московским временем, ну и, соответственно, со всеми теми частями нашей страны, которые живут по московскому времени. Вот, а именно поэтому рекомендуют, кстати, в Болгарии отдых и для детей. И, здравствуйте, Жанна, простите, Жаннар, да, у нас появилась. Вот, и для детей особенно, чем младше, тем лучше, как бы, вот все эти моменты соблюдать. И для людей уже в возрасте, и для людей, ослабленных какими-то хроническими заболеваниями и так далее. Следующий, третий фактор, который говорит о том, что хорошо бы отдыхать в Болгарии. Это экология. Потрясающая, совершенно экология. Болгария на сегодняшний день признана самой экологически чистой государством в Европейском Союзе. Вот, и тут абсолютно нет никаких, вот, по этому поводу споров и недомолвов, потому что практически вся промышленность, какая в Болгарии была, она просто прекратила свое существование, поэтому природа сейчас и, соответственно, человек благодетствуют. И вот еще один момент, который косвенно для вас, а для европейцев напрямую, это очень большой показатель того, что здесь действительно экологично, то, что здесь развивается огромное количество различных бизнесов сельскохозяйственных, вот именно связанных с экологическими продуктами. Причем приезжают и европейцы, и вот здесь вот свои бизнеса делают. То есть это как раз вот такой замечательный показатель. То, что я показываю неоднократно, сама удивлялась, сама потрясалась, и до сих пор для меня это, представляете, вот и в Варнии, и в Софии, в центре столицы Болгарии я видела собственными глазами неоднократно и выкладывала вот эти видео, когда летают пчелки, собирают мед. Вот я хожу, собираю травы, очень много Варнии, буквально 10 минут от моего дома, лес. Так вот, опять-таки, что мне дает сигнал про то, что это экологично? Улитки везде, на всех кустиках, на всех травках улитки. Точно так же, как в море устрицы, эти самые, как мы их называем, эллинидии, потому что они просто не будут жить там, где плохая экология. Вот, значит, так что вот этот фактор экологии, конечно, имеет очень большое значение для полноценного отдыха. Ну и еще очень важный момент, смотрите, если мы с вами возьмем, предположим, ту же Варну, значит, здесь и море, и горы. То есть две абсолютно разных стихии, и вы можете совершенно спокойно совершить прогулку по горам, спуститься к морю, провести здесь время, или наоборот, там самое жаркое время дня, сходить погулять в горах, вот, послушать там пение птиц, подышать травами и так далее. Поэтому, конечно, это все очень дает возможность нам для первой стадии отдыха, для стадии восстановительной, для накопления сил, вернее, для восстановления нормальной работы нашего организма. Теперь давайте посмотрим, что же нам дает Болгария, и для второй стадии отдыха, когда нам нужно уже энергию как бы расходовать, да, и с одной стороны, с другой стороны, продолжать ее накапливать уже для нашего рабочего времени. И вот здесь вот буквально и на физическом уровне, и на интеллектуальном уровне огромное-огромное количество возможностей. Ну, во-первых, смотрите, здесь страна, которая имеет на своей территории последовательно сменявшиеся, ну, по крайней мере, восемь цивилизаций, которые сегодня известны. Это потрясающие совершенно факты. Европейцы сюда приезжают специально посмотреть вот на эту самую варминскую культуру, варминский археологический музей, где представлены золотые изделия, которые были произведены почти 7 тысяч лет назад. Великолепно совершенно сохранившиеся, вернее, изготовленные, да, это просто потрясающе. И на территории всей Болгарии, значит, огромное количество объектов. Вы можете здесь увидеть и древнегреческие, и тракийцы, которые еще до греков здесь уже были, да, и римские, огромное количество. Рим очень активно использовал эту территорию, здесь и крепости, и, естественно, различные произведения, какие-то искусства находят, да, и города, в общем, все, что угодно. Вот, и затем и славяне, и болгары, вот, и великолепно сейчас просто разработаны все вот эти места для посещения. К тому же, еще один очень важный момент, территория Болгарии очень небольшая, и она буквально насыщена на каждом саку вот этими вот объектами. И смотрите, в один день вы можете взять однодневную экскурсию и посетить, скажем, скальный монастырь, пещеру. Огромное количество, причем пещеры в Болгарии очень разнообразные. Есть вообще вот пещера, например, Леденика, где летом лед лежит, да, пещеры, которые сохраняют постоянную температуру в течение всего года, допустим, там 14 градусов, пещеры, когда вы идете по одной пещере и ощущаете на себе то холодно, то тепло, опять-таки. Пещеры, в которых сохранились наскальные рисунки древних людей. То есть, очень, конечно, впечатления такие разнообразные получаются, да. В этот же день вы можете, например, посетить римскую крепость или римский город с интерактивным музеем очень интересным. Допустим, какие-то природные достопримечательности, заповедники, кстати говоря, в Болгарии пеликаны живут, и кого здесь только нет. Вот, то есть, какой-то болгарский город, причем это может быть как чисто болгарский, так называемый, возрожденческий город, то есть местная какая-то культура, да, так и, допустим, европейский город, город Руссы, который был для Болгарии до протяжения, там, вот, последнего столетия, окном Европу. Вот, то есть, настолько это все интересно, разнообразно, и горы, и морское побережье, и так далее, и так далее. И я еще раз обращаю ваше внимание, это всего лишь за один день. Вы представляете, сколько вы получите ярких впечатлений, сколько вы получите пищи для ума, через сколько вы проедете столетий, даже тысячелетий, может быть, это будет тракийское святилище древнее, или, предположим, там, гробница, да, вот, тракийская, и так далее. То есть, конечно, масса-масса всего здесь есть, существует, и, повторяю еще раз, очень удобно для посещения, поскольку это все находится на таких вот неогромных расстояниях, не на огромных территориях, как у нас, скажем, в России. Потому что в России, если вы, например, приехали в Петербург, так вы там можете и две недели ходить, и город все равно целиком не посмотрите и не узнаете. Вот, а здесь вот такое огромное разнообразие объектов. Так, ну, соответственно, вот опять-таки, смотрите, здесь получается у нас сочетание и активного туризма, потому что для того, чтобы вам подняться в скальный монастырь или в какую-то крепость, это надо так, это хорошо, в гору пойти. Вот, с другой, то есть, много передвигаться обязательно надо. С другой стороны, это и культурный отдых, интеллектуальный отдых и возможность для накопления ваших творческих сил. Вот такие замечательные возможности, все рядом, все здесь, да, все буквально в одном флаконе. И к тому же вы можете, предположим, утром искупаться в море, а днем попутешествовать, и вечером опять-таки вернуться на море. И уже восстановить свои физические силы, да, после там дня экскурсионного, скажем. Ну, и, наконец, третья группа факторов, еще три я вам назову, это уже факторы, связанные с экономикой и такие, ну, скажем, социальные причины, по которым действительно очень комфортно нам отдыхать в Болгарии. Ну, из экономических, это, конечно, цены. Это великолепные, несмотря на то, что, к сожалению, из-за того, что болгарская национальная валюта ЛЕВ очень жестко привязана к евро, да, то в связи с колебаниями курса рубля и по отношению к евро для нас, то есть для болгар цены все время остаются одни и те же, стабильные, для нас они, к сожалению, растут. Но иногда бывает такое счастье, что немножечко они чуть-чуть так-то опускаются. Вот, и тем не менее, конечно, это цены, которые для нас всегда очень приятны. Я имею в виду и цены на продукты, и цены на одежду, допустим, на обувь. Вот, здесь, кстати говоря, очень хорошо шоппинг совершать, потому что все вот эти мировые бренды, и болгары очень любят, всегда в августе, в такой пик туристического сезона устраивают очень большие скидки вот на все эти вещи. Ну, и кроме того, это сами болгарские товары, великолепный совершенно трикотаж, обувь и многое-многое-многое. Ну, вот то, что уже, конечно, это не в магазинах для туристов, но тем не менее, я это все обязательно показываю, рассказываю. Но там цены вообще, конечно, просто замечательные для нас с вами. Вот, конечно, особенно это овощи и фрукты, свежайшие абсолютно. Вот, буквально там с куста, с грядочки. Ну, если вы живете не в отеле, где все включено, и где, конечно, уже совершенно другой идет, другая продукция. Вот, вот таким образом. Ну, и, наконец, моменты, вот что я выделила здесь, как социальные такие факторы. То, что болгарский язык действительно очень близок к нам, тем более то, что касается письменности. То есть нам очень легко прочитать и название магазина, и меню, скажем, в ресторане, да, и какие-то объявления, предположим, в автобусе, в транспорте, потому что это кириллица, да, это алфавит с нами, так сказать, одинаковый. Это раз, и два, то, что слова тоже очень похожи. И если на слух, конечно, воспринять посложнее, то вот в письменном виде все достаточно легко понять. Многие болгары из поколений, так сказать, не совсем молодых, хорошо понимают по-русски, вот, и, в общем-то, можно вести даже диалог, предположим, они будут говорить на болгарском, вы на русском, и достаточно легко друг друга можно понимать. Еще один очень важный фактор, с моей точки зрения, то, что здесь вообще очень спокойно, здесь практически не происходит никаких вот таких происшествий, где-то там на улицах, то есть вы можете абсолютно везде ходить, в любых районах и так далее. Здесь, пожалуй, стоит опасаться вот как бы самих себя, то есть вот приезжающие туристы, они, ну, естественно, в местах скопления туристов могут вести себя так, как мы себя ведем, вот. Вот, поэтому, соответственно, вот это единственный, пожалуй, самый такой момент неблагоприятный, что касается общения с людьми, общения в обществе, да, и того, что происходит в обществе. Вот, таким образом, я вам постаралась, ну, так бегло, да, пробежаться вот по тем факторам, которые действительно, ну, просто очень благоприятны и дают возможность нам отдыхать в Болгарии, набираться сил, восстанавливаться и получать потенциал, получать очень хорошие такие возможности для своего уже рабочего состояния, для своей жизни в реальности нашей, вот, и так далее. И именно поэтому, вот это не случайно, в Болгарию приезжают очень большое количество людей из России, вот, в последнее время из Украины, не просто на отдых там во время отпуска, да, а приезжают, предположим, молодые мамы с детьми, пожилые люди для того, чтобы провести здесь осень или весну, потому что лето для них слишком жарко, слишком, ну, вот, в связи с их состоянием здоровья, да, вот, я тоже гораздо больше люблю здесь вот именно весну, и вот видите, вот, например, сейчас у нас конец мая, я уже совершенно загорела, хотя я никогда не ставлю себе цель для загорания, я принимаю солнечные ванны, потому что это нужно, это необходимо для моего здоровья. Вот сейчас, когда наступит туристический сезон, я уже вообще не буду на пляже сидеть, потому что, ну, с моей точки зрения, это не полезно для моего организма. Вот, и сейчас вот я встречаю очень много мам, которые, тем более, пораньше там, может быть, забрали детишек из школы своих небольших, да, и маленькие, они уже все загорелы, они уже все счастливые, мы уже давно купаемся, вот, сейчас температура воды уже повыше, чем 20 градусов, то есть совершенно спокойно можно плавать, вот таким образом. Так что я всех приглашаю, конечно, вас приехать в Болгарию за своим здоровьем, за тем, чтобы получить здесь запас энергии, запас сил, ну, и удачно отдохнуть, получить яркие впечатления. На этом я с вами прощаюсь сегодня, желаю вам всего доброго и до следующих встреч.